Как вы можете помнить, в этом году Дея объявили о создании новой игры, SoulFrame, которую описывают как условно-бесплатную гибридную MMORPG. И такое определение заставляет задуматься, ведь нам до сих пор не раскрыли, как этот проект проявляет себя в качестве MMORPG. Тот же изначальный трейлер был посвящен путешествию одного персонажа, его стремлению воссоединения с природой. И пока что не остаётся других вариантов, кроме как взглянуть на Варф в качестве зеркального отражения Соула. Но тут возникает вопрос, можно ли утверждать о принадлежности Варфу жанру MMORPG? Официально об этом нигде не заявляется, найти можно лишь упоминание о кооперативе и мультиплеере, без ММО-составляющей. Но было бы неправильным утверждать, что Варф лишён ММО-аспекта. Стоит вспомнить тот же амфитеатр Удубири, где множество игроков вместе наблюдали представления. Это не ограничивается отдельными событиями. Мирные локации типа городов и дэдзио тоже поддерживают отображение большого количества игроков, с которыми можно взаимодействовать. Например, касается это возможность общения, вступления в группу или торговли. Непосредственно геймплей столько много игроков не поддерживает, обычно ограничиваясь группами до 4-х людей. Хотя в прошлом были рейды на 8 игроков, плюс режим каптуры сохранил этот предел. Можно было бы и Конклав упомянуть, если бы разработчики не забили на его поддержку. Честно говоря, сама категория ММО уже давно перестала ассоциироваться с играми типа World of Warcraft. Например, дэдзио не прямо называет себя ММО-игрой, хотя здесь толпы игроков тоже заметны лишь в мирных локациях. Здесь можно наблюдать режимы, где встречается больше игроков, чем 4 штуки, но всё же толпу людей за игровым процессом здесь не найти в одном месте. С другой стороны, понятие толпы может само по себе быть относительным. Потому быть может, что и Варф имеет право на принадлежность к ММО-группе, ведь во время игры можно наблюдать множество игроков в одном месте. И неважно при этом, в каком контексте это множество появилось, имеет значение лишь то, что такое множество в игре есть. Этого оказалось достаточно для восприятия Варфа многими людьми. Например, в прошлом году много шуму навёл обзор Варфа от Джоша Страйв Хейеса, ибо этот обзор был включен в программу о худших ММО. Но всё же Варф не называет себя ММО-игрой, в то время как SoulFrame уже объявили гибридный ММО-РПГ. Вполне очевидно, что подход здесь будет совершенно другой, хотя нам не спешат разъяснять, как здесь реализуют ММО-часть в рамках игрового процесса, и что означает гибридность. Впрочем, это в очередной раз доказывает, что Soul объявили слишком рано. Пока что мы можем лишь думать над тем, что всё это значит, потому я хотел бы узнать, считаете ли вы Варф ММО-игрой, и чего ожидаете от SoulFrame'а в такого рода жанре. От меня же на этом всё. Потому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok